Всех приветствую, с вами Друманин Дрин и сегодня мы разберем гайд по тому, как же все-таки фармить души в Dark Souls 3. Начинаем! Итак, сегодня мы обойдемся без шагов, потому что тут скорее нужно полностью описать именно опыт и то, как наилучшим способом вообще фармить данным методом, чем как до него добраться. Думаю, если вы уже прошли хотя бы до Хранителей Бездны, то вы уже встречали один из важных костров. В данном случае этот костер называется Сторжевой Пес Фарона, по-моему. В общем, там сидит большой волк и напротив него как раз-таки костер. С помощью этого волка можно будет вступить в Сторжевые Псы Фарона, но нам не это нужно. Если вы поднимаетесь по лифту, который стоит рядом, то вы оказываетесь наверху на большом мосту, который видят, видимо, в замок Лотрик. И на нем вы можете увидеть гигантского демона Пенька. Он очень напоминает демонов из первой части в начале игры. Вот как раз-таки это и тот самый босс, которого мы будем фармить. Для его фарма вам наилучшим образом, ну, лучше всего вам использовать, конечно, такие оружия, которые вам больше всего по душе. Лично я предпочитаю магию, потому что, когда вы используете магию, его убить крайне просто. И просто это превращается в запинывание обычного босса. Он вам даже удара может не сделать, если вы будете хорошо уворачиваться. В данном случае я как раз-таки и распишу, как это нужно делать. Если вы используете серебряное кольцо жадного змея, то вы получаете, собственно, еще больше душ. Но что делать, когда босс у вас убит? Подумали? Вот теперь я вам расскажу. Когда вы поднимаетесь на лифте, вам нужно после лифта поставить знак белого мелка. Вы можете ставить его либо там, либо у костра, но я советую вам как раз-таки делать это наверху, потому что внизу вас могут призывать люди и пойти куда-нибудь вниз по болоту шариться. И чем больше времени проходит от выхода игры, тем чаще случается именно это. Поэтому я советую вам ставить все-таки на самом верху, он около моста. Потому что если вас там призовут, то гарантированно, что босс еще жив и вам можно будет его убить. Итак, сейчас я вам скажу точные цифры, сколько босс дает душ. Если вы не используете кольцо серебряного змея, то босс дает вам 5000 душ. Если вы используете кольцо серебряного змея, то вы получаете 5500 душ. Разница небольшая, но все-таки спустя множество-множество-множество раз фарма вы ощутите разницу. Лично я на этом способе на фармил около 20 уровней, которые мне так были нужны. Поэтому вот вам и советую. Итак, начнем уже, собственно, с саму тактику с боссом. Когда босс еще ходит вдалеке на мосту, он вас не замечает. Вы можете спокойно подготовиться. И только когда вы перейдете груду камней, которая находится слева от пути к боссу, он уже, скорее всего, вас заметит. Если вы используете магический способ, то вы можете использовать вообще любые заклинания. Я его даже обычными стрелами душ убивал. Собственно, просто захватываем его в лог и расстреливаем его стрелами душ, пока он далеко. Если он начинает кидаться в вас камнями, то вы должны отпрыгивать, внимание, по диагонали назад. И два переката сделали, считайте, все, вы уже в безопасности. Но перекатываться нужно только, когда он запустил вас валуны, иначе вам все-таки грозит на один валун в голову. Пока босс замахивается своим оружием и подходит к вам, а он это делает обычно, когда уже точно может до вас достать, вы можете выстрелить два раза и сделать перекат ровно-ровно перед тем, как он ударит. Либо вы можете сначала чуть-чуть отойти назад, и, скорее всего, босс, даже если очень близко ударит булавой своей, то он, скорее всего, вас не заденет. По крайней мере, у меня это очень часто было. Если вы дальше среднего расстояния от босса, то вот, как я и говорил, вам нужно перекатываться по диагонали назад. Но если вы, к сожалению, были близко к боссу, или менее чем... ближе, чем средняя дистанция, и он начинает пуляться камнями, то тут, что неудивительно, не надо перекатываться влево или вправо. Если вы это сделаете, скорее всего, валун по вам попадет. Я попытался перекатываться вправо и вперед, то есть по диагонали вправо, и у меня вполне получилось уворачиваться от него. То есть валуны у меня не задевали, очень редко они задевают в таком случае, и босс спокойно отъезжает. Если вы все-таки пользуетесь ближним боем... Но я все-таки не советую им пользоваться, лучше возьмите лук и хотя бы из лука его расстреливайте издалека, это намного безопаснее. Но если вы пользуетесь ближним оружием, вы могли бы подумать, ммм, раз он похож на демонов из первой части, зайду-ка я ему в спину. Я вам этого не советую делать, потому что он любит делать захват, который может вас убить, либо он может ударить вас хвостом или подпрыгнуть. Вот задняя зона у него как раз-таки защищена, поэтому я вам советую лучше делать пару ударов вплотную к боссу. Например, он замахнулся, вы отпрыгнули от его атаки, сделали два удара и сразу отпрыгиваете назад, потому что босс, если вы очень долго стоите рядом с ним, попытается сделать захват. Как вы уже могли заметить, захват меня, возможно, ну, на видео я уже показывал, убил один раз. Ну, у меня просто мало здоровья, к тому же я фантом в чужом мире, поэтому он меня и убил. Так что если вы будете фармить этого босса, особенно и в ближнем бою, то обязательно прокачайте себе здоровье перед этим. Ну, больше я не знаю, что вам посоветовать. Лук, магия, мечи, кольцо серебряного змея. И в течение около нескольких часов, то я думаю, вы нафармите примерно 200-300 тысяч душ, если вас будут активно присылать. Если нет, то будете фармить меньше, но тоже полезно. 5 тысяч душ с некоторых боссов даже и столько-то не падает. С вами был Друманин Дрин, используйте этот метод для фарма. Если найду более удобное, обязательно отпишусь об этом в моем канале. Всем большое спасибо, подписывайтесь, комментируйте, лайкайте, вступайте в группки. С вами был Друманин Дрин, удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok